В отличие от легкового сегмента, где падения восстанавливать пока некому, рынок грузовиков растет третий месяц подряд. По итогам января почти на 9%, причем это рост по отношению ко вполне докризисному январю 2022 года. Лидерство пока сохраняет отечественный КАМАЗ, но в штуках его продажи сократились на четверть, а доля рынка ужалась с 37% до 26%. А вот китайцы наступают массированно, демонстрируя кратный рост. Причем самой востребованной моделью на рынке оказался не один из классических КАМАЗов поколения К3, а китайский MAN C-TRAC C7H, проданный тиражом почти в тысячу штук. Еще полтора года назад о такой машине никто не слышал, а сейчас единственная модель тягача заняла 15% рынка. На пятки C-TRACу наступают грузовики Sharkman и Shanxi. Остальные места в пятерке лидеров тоже занимают китайские бренды. Впрочем, не будем делать поспешных выводов, это только январь, и крупный контракт на поставку техники сильно влияет на расстановку сил в отдельно взятом месяце. У тягачей КАМАЗа появился еще один серьезный конкурент. Так, компания SIPTRAC SCAN, крупный сибирский дилер, прежде торговавший техникой Scania, освоила поставки грузовиков Dunfen. Выбор этой марки, как уверяет продавец, глубоко не случайен. Дескать, в партнерах Dunfen числится шведская Volvo, а для производства своих машин китайцы применяют лучшие компоненты из доступных на рынке. И это правда. У флагманского тягача Tianlun GX 520-сильный 13,5-литровый мотор носит марку Cummins, 12-ступенчатая роботизированная коробка – CTF, сцепление – ZAGS, а ведущий мост – Dana. Тормоза и рулевое – тоже именитого происхождения. Правильный компонентный состав подкреплен богатством комплектаций. Система стабилизации, задняя пневмоподвеска, алюминиевые баки объемом 1100 литров, шины Michelin и даже виртуальные приборы положены всем машинам. Кстати, китайские журналисты продвигают версию, будто Tianlun GX – это родной брат Volvo FH. Похоже на правду, во всяком случае силовой каркас просторного кабинного модуля сильно напоминает скелет шведской кабины. Притом цена летающего дракона, как переводится название Tianlun, составляет около 10 миллионов рублей за двухосный тягач. За обслуживание, гарантию и поставки запчастей, напомним, отвечают бывшие дилеры Scania.